Станция Колодезная, основанная в начале XIX века. При строительстве железной дороги Москва-Ростов требовалось расселять рабочих, и тогда при станции возник поселок Колодезный. Достопримечательностью станции является колоритное здание вокзала, сохранившееся с дореволюционных времен. О названии поселка. В данной местности есть ручей, который носил такое название – Олень-Колодезь. Колодезями лет 300 назад называли ручьи и небольшие речки, вытекающие из родников. Возможно, что на одном из таких ручьев русские люди увидели оленей. В XVIII веке здесь возникло село Олень-Колодезь. Полустанок, появившийся рядом в справочнике 1887 года, отмечен под именем Олень-Колодезянский. Уже в документах 1900 года станция именуется более кратко – Колодезная. Это название автоматически перешло на выросший рядом поселок Колодезный. Еще в середине прошлого века на месте этого большого поселка ничего не было. Ровное место буквально не на чем остановить глаз. Ни кустика, ни деревца. Но в конце 1860-х годов пришли сюда с лопатами и тачками крестьяне из соседних селений – Олень-Колодезь, Боева, Круглая, Левая Россош и другие. Не сами пришли, пригнала их сюда нужда. Эти люди строили железную дорогу, идущую из Воронежа на Ростов. Сначала на месте будущего поселка появились бараки. Затем, после того, как в 1870-е годы начала действовать дорога, здесь был открыт полустанок. Рядом с бараками вырос станционный домик. В одном из справочников, выпущенных в 1887 году, указывалось, что около полустанка имелось 5 строений, и здесь насчитывалось 36 жителей. Видимо, строениями являлись бараки, которые в 1900 году уже не существовали. В начале нынешнего века поселок продолжал оставаться маленьким. Здесь находилось служебное помещение, дом при водокачке, изба некоего Николая Шухмина. Численность жителей поселка составляла 65 человек. Но значение станции росло в силу ее географического положения. В книге «Россия», том 2, изданный в 1902 году, указывается, что на станции грузилось до 75 тысяч пудов разных грузов в год. Главным предметом погрузки была гречневая крупа с большой крупоружки богача Стукалова из соседнего села Олень-Колодесь. Менее чем за 10 лет грузооборот станции увеличился почти в 10 раз. В 1911 году с Колодезной отправлено 746 тысяч пудов грузов, в том числе 303 тысячи пудов зерна. Значение этой станции и причину ее роста правильно определил краевед Федор Рындин, который писал, Колодезная ЖД-станция на линии Козлов-Ростов, стягивает грузы с севера Каратаякского и юга Воронежского уезда и обслуживает нужды двух второстепенных торговых центров – сел Левая Россыш и Боева. Но поселок до самой Октябрьской революции продолжал оставаться маленьким. В канун революции здесь насчитывалось 9 домов. Поселок бурно растет в годы советской власти. Для сравнения приведем такие цифры. В 1928 году 123 жителя, в 1956 году 3176 жителей. Уроженцем поселка является герой Советского Союза Петр Сергеевич Новиков. Он родился в 1910 году в поселке Колодезной и учился в начальной школе. Закончил школу колхозной молодежи в селе Боево. Потом работал на заводе имени Ленина в Воронеже, на вагоностроительном заводе в Ленинграде. Участвовал в боях с белофинами. В годы Великой Отечественной войны сначала был в стрелковой части, затем стал летчиком. Отличился в воздушных боях под Ленинградом и в Восточной Пруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Новикову присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Дальнейшее развитие поселка было тесно связано с железной дорогой, рядом с которой строились крупные предприятия. ООО «Элеватор», ООО «Промнефтсервис», «Химбазов», впоследствии переданное Круглянскому сельскому поселению и другие. В 2005 году в рамках инвестиционного проекта в поселке Колодезный компания ООО «Бунги СНГ» начала строительство крупного завода по переработке подсолнечника с объемом инвестиций 2 млрд рублей с предполагаемой производительностью 331 735 000 литров масла в год, который введен в действие в 2007 году. Сейчас на территории колодезянского сельского поселения проживают люди 15 национальностей, которые общаются на русском языке. 95% населения составляют русские. Население на 2010 год – 12 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова